Местное самоуправление Правила трех Т. Какие секреты раскрыла чебоксарским школьникам олимпийская чемпионка по волейболу? Рождены, чтобы двигаться. Как планируют повышать двигательную активность россиян? Равнясь смирно. Что продемонстрировали чебоксарские кадеты представителям организации СНО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что решило Чебоксарское городское собрание? В сюжете. Городское собрание депутатов избирается населением. Депутаты, в свою очередь, и своего состава выбирают главу города, а глава городской администрации, сети-менеджер, назначается по контракту. Такая система действует в Чебоксарах с 2010 года. В конце мая Госдума приняла закон, согласно которому регионы самостоятельно могут выбирать модель формирования системы муниципальных органов на своих территориях. Далее последовали бурные обсуждения, в результате которых правительство Чувашии в городах и, в частности, в столице республики решило все оставить по-прежнему. Закон принял Госсовет и подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Однако даже после этого противники действующей системы не оставляют попыток изменить положение вещей. В муниципальную избирательную комиссию обратилась инициативная группа с намерением провести референдум. В нем значились следующие вопросы. Должен ли глава города Чебоксара возглавлять также администрацию города? Следует ли избирать его всенародным тайным голосованием? Следует ли депутатов горсобраний избирать с применением смешанной системы? Как того требует законодательство, избирательная комиссия передала документ в городское собрание. Перед депутатами стояла задача определить, законно ли выносить эти вопросы на референдум. Проанализировав федеральные и республиканские законы, народные избранники пришли к следующим выводам. Проведя анализ положения ст. 16 и 17 федерального закона 131, а также ст. 7 и 7.1 Устава муниципального образования города Чебоксара, столицы Чебоксарской республики, принятого решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 5 года номер 40, позволяет сделать вывод о том, что вопросы формирования органов местного самоуправления не включены в число вопросов местного значения городского округа. Вчера также было заседание постоянных всех комиссий. Мы данный вопрос рассматривали, было принято решение отклонить данное ходатайство обращения этой партии. После перечисления многочисленных статей законов, в разрез с которыми идет намерение провести референдум, в ход пошли и другие аргументы. Я бы этот вопрос разделил о референдуме на три части. Политическая составляющая, юридическая и экономическая. Вот сначала бы хотел о политической составляющей. Во-первых, на мой взгляд, референдумы всегда проводятся в обществе, когда какой-то переломный момент, переходный происходит в обществе. И что-то каждый должен высказаться, и это очень важно. Вот на сегодняшний день я не вижу в нашем городе, в республике каких-либо предпосылок. Все стабильно, все хорошо. Если все работает хорошо, у нас нет претензий, зачем что-то менять? Зачем давать поводы кому-то, раскачать ситуацию? То, что наш коллега Евгений Владиславович сказал, мы должны учитывать мнение наших граждан или нет. Да, мы должны учитывать. Мы и представляем интересы наших граждан. Мы сегодня постоянно общаемся с своими избирателями на постоянной основе. И на сегодняшний день я не вижу какого-либо основания говорить о том, что наши избиратели недовольны существующей конструкцией власти. Депутаты отмечают так называемую «одноглавая модель организации местного самоуправления», когда глава города и глава городской администрации одно и то же лицо имеет право на существование. Однако в условиях большого города больше плюсов народные избранники видят именно в «двуглавой модели». На сегодняшний день система выстроена. Я считаю, что такая система позволяет работать в команде. Когда есть понимание исполнительной власти, законодательной, то есть понимание есть, как сформировать бюджет, как его распределить, это немаловажно. Ну, допустим, изберут главу администрации населения, да. Но если у нас понимания с ним не будет, с главой администрации депутатского корпуса, как работать? Ну, как работать? Порядок отзыва главы четко не прописан в законодательстве. Но проведение референдов – это значительные средства, тоже порядка 11-13 миллионов. Об этом, конечно, не было озвучено, но мы знаем эти цифры. Да, действительно, может быть, это небольшая сумма в масштабах города, нашего бюджета. Наш бюджет почти 8 миллиардов рублей, но, тем не менее, эти средства можно направить на иные нужды. Так или иначе, решение отказать. В проведении референдума депутаты приняли большинством голосов. Так что на данный момент в столице Чувашии все остается по-прежнему. С 9 по 11 октября столица Чувашии принимала у себя международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». И вспоминать чебоксарцы его будут, судя по всему, еще долго. Много впечатлений он оставил даже у тех школьников, кто вне формы продолжал грызть гранит науки по расписанию и пропустил зрелищные мероприятия. Так в лицее номер два заглянула олимпийская чемпионка по волейболу. 1972 год. Олимпийские игры в Мюнхене. В составе сборной 18-летняя Людмила стала олимпийской чемпионкой по волейболу. 2014 год. Людмила Васильевна в Чебоксарском лицее номер два. Визит знаменитой гости школьников явно обрадовал. И вовсе не потому, что это сорвало уроки. Никто не сидел, уткнувшись в телефоны или планшеты. И каждый день человек, в честь которого на Олимпийском стадионе играл гимн страны, делится рецептами успеха и личными воспоминаниями. Например, про то, как фиктивный брак ради карьеры превратился в самую настоящую крепкую семью. Можно было только выйти замуж и так-то переехать. И я пришла на баскетбол, выбрала себе мужа. Он игрок тоже национальной сборной, он играет в баскетбол. Владимир Жигили. К тому времени он был уже чемпионом мира, он в Мадриаль поехал тоже на Олимпиаду, они там серебряными стали. И я ему сделала предложение. Я говорю, что ты не хочешь на мне жить? Вопрос от школьников поступали не детские. Скажите, пожалуйста, а каково это чувствует на себе такую серьезную ответственность за всю страну? Тогда за счастье считалось попасть в сборную Советского Союза. И чувство ответственности огромное. Нам даже иногда тренер, когда мы проигрывали, он говорит, за вами Москва. Преподаватели в свою очередь интересовались, как такой серьезный спорт гости умудрилась сочетать с пятерками в аттестате. Впрочем, выяснилось, что лицеисты тоже это умеют. Лучших спортсменов школы наградили. Мне очень поразило, что, во-первых, она отличница. Она добилась успеха, она олимпийская чемпионка. И, знаете, такая искренность в ее глазах. Она рассказывает о душе действительно. Она очень гордается своей страной. Такое чувство, хочется за ней идти. Хочется тоже добиваться таких же результатов. Мне в встрече запомнилось то, что я тоже спортсмен. И я ее понимала, как она хотела достигнуть своих целей. Она меня помогла. Я тоже хочу стать олимпийским чемпионом. Больше всего задает вопрос, какие были ощущения на Олимпийских играх, как достичь высоких результатов, какие трудности приходится преодолевать. И что для этого надо делать. Я думаю, что мы зажигаем какой-то огонек в сердцах детей. Депутаты Чебоксарского городского собрания отметили, когда узнали о гостях, идея подобных встреч родилась сразу. В рамках международного форума, когда проводились, предусматривались различные мероприятия для получения большего охвата жителей Чуваши, гостей Чуваши. И один из моментов, когда подумали, что хорошо было бы именитых, знаменитых таких спортсменов. Они у нас в гостях часто бывают и без вот такого мероприятия. Вот, например, у нас очень часто бывает Александр Иванович Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион. Кроме этого, вчера еще у нас были олимпийский чемпион Карелин Александр, боксер именитый Валуев Николай. Поэтому Чебоксарцы и гости столицы, конечно, почувствовали, насколько этот форум интересен. В рамках форума подобные встречи депутаты организовали почти в двух десятках школ. В пол с учениками общались чемпионы по волейболу, баскетболу, борьбе, спортивной гимнастике, велоспорту, конькобежному спорту, лыжным гонкам, легкой атлетике. Возможно, благодаря таким встречам когда-нибудь гимн заиграет и в честь этих школьников. Пока олимпийские чемпионы вдохновляли школьников на победы, представители общественных организаций правительства думали, как вдохновить население побольше двигаться. Проблеме сокращения двигательной активности в рамках международного спортивного форума посвятили круглый стол. Мир перестал двигаться, уверены специалисты. То есть, конечно, земля также вращается и вокруг солнца, и вокруг своей оси, а вот люди на ней все реже поднимаются с дивана. Вот он побочный эффект технологического прогресса. Автомобили, эскалаторы, гаджеты лишают людей даже не возможности, а желания вести активный образ жизни. Бороться с этим пытаются разные организации, ассоциации, активисты. Своими рецептами они делились за круглым столом в рамках международного форума в Чебоксарах. Генеральный секретарь ассоциации спорта для всех Тафиса Вольфангбауман отметил, результаты исследований ученых в области здоровья населения больше напоминают триллер. Если ничего не предпринять, то поколение нынешних детей проживет на пять лет меньше своих родителей. В школах, конечно, есть уроки физкультуры, однако любовь к спорту на них школьники приобретают редко. А тренировать всех учеников в спортивных школах государственная казна не потянет. Средняя стоимость ребенка занятий в детской и спортивной школе достигает в год порядка 100 тысяч рублей. Мы просто не в состоянии 80% населения обеспечить систему детской и спортивной школы. Выход считает специалист в так называемом спорте по месту жительства, во дворах. В советские времена такие турниры среди дворовых команд, как кожаный мяч и золотая шайба, считались очень престижными. Мнение московского эксперта представители городского собрания разделяют. Проект «Дворовый тренер» в Чебоксарах уже реализуется. Это, кстати, не единственная возможность заниматься физкультурой недалеко от дома. Так в столице Чувашии модернизируют пришкольные стадионы и приняли программу по оснащению дворов спортивным оборудованием. Если раньше мы планировали, что должен быть обязательно школа-садик, а теперь в обязательные условия при планировании той или иной территории обязательно строится спортивное сооружение. И сегодня, проезжая через тот или иной участок, парковую зону, где есть наши тренажеры, приятно видеть, как люди занимаются. Это здорово, это так и должно быть. Тем больше людей будет завлечено, тем больше будет здорового населения города Чебоксара и Чувашской республики. А самые лучшие, самые бесплатные лекарства – это занятия физкультурой и спортом. То, что россиян такие можно сподвигнуть заниматься спортом, задней формы доказали Чебоксары, считают и гости. Леонид Черкесов. Зарядку в столице Чуваши делают не только по праздникам на Красной площади. Сейчас у нас во всех школах проводят зарядки, пятиминутки. И мы сделали разный комплекс упражнений. Пока в данный момент Федерация фитнес-аэробики, две виды зарядок. Федерация спортивной аэробики тоже подготовили свои. Школу, чтобы массово делать, у нас все, все имеют радиоточки. Ну а что касается взрослых, то, как отметили за круглым столом, существуют две причины, по которым человек начинает заниматься физкультурой. Диагноз врача и любовь. Так что всем присутствующим пожелали влюбиться. Влюбиться в спорт. До 23 февраля еще далеко, до 9 мая тем более. Однако накануне во многих школах города звучали военные песни, вспоминали героев Великой Отечественной и локальных конфликтов. А в Дворце детского и юношеского творчества танцевали, маршировали и собирали на скорость автоматы. Все мероприятия прошли в рамках визита в столицу Чуваши представители общественной организации «Сыны Отечества». По приглашению главы города Леонида Черкесова в Чубаксарах они провели офицерское собрание. Вместо привычной школьной формы кадетская по особой программе часть учеников школы номер 36 занимается с 2004 года. У нас есть строевая подготовка. Ну как бы в это входит и огневая подготовка в том числе. Потом дополнительные занятия танцами, хоровое пение. Сейчас у нас курс основы воинской службы идет в девятом классе. Специальные занятия и подготовка есть, а вот рассказать вживую, каково приходится на войне, зачастую современным школьникам некому. Ветеранов с каждым годом становится все меньше. Чтобы восполнить такие проблемы, представители московской организации «Сыны Отечества», которые объединяет военнослужащих уроженцев нашей республики и встречаются с учениками. Геннадий Викторов один из них. Он служил в секретных космических войсках. А сейчас пишет книги, например, о героях России. Мы, военные, которые прошли жизнь, считаем, что должны вам рассказать, что такое армия, что такое родина, как ее нужно защищать. За вами будущее. Вот наша страна, Россия, будет на вас надеяться, ждет от вас правильного выбора, хорошей учебы, чтобы правильно выбрали профессию. Как важно будущим защитникам Отечества увидеть и послушать человека, для которого родина и отвага – они просто красивые слова. Депутат городского собрания Владимир Карпов знает не понаслышке. Он и сам служил в пограничных войсках. 36-ю школу Владимир Аркадьевич курирует давно, и возможность познакомить своих подопечных с ветераном войск упустить не мог. Им приятно, что приходят такие люди, военные, полковники, которые прошли очень серьезную жизнь. Многие ученики, допустим, 36-й школы поступают в военное училище. Это знак того, что работа идет. Ученики 7-й чебоксарской школы в своих выступлениях вспоминали героев своих прабабушек, прадедушек, а еще своих сверстников. Например, тех, что отдали свою кровь и жизнь в лагере смерти Саласпилс. «Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир» – это строчка бухенвальского набата сейчас очень актуальна. Вторая мировая не стала последним вооруженным конфликтом на земле. Максим Ильин участвовал в боевых действиях на Кавказе. И у него свои методы нанести слова до молодежи. «Герои города в России процветают, в истории имена их часто повторяют. Шли на врага с кулаками и штыком, рвали пасти им, защищая родной дом. Я горжусь народом великой страны. Наций очень много, когда вместе мы сильны. Поэтому дошли до самого Берлина фашистов, разгромили своей мощной силой. И было нелегко идти на танк на коне. Народ доказал свою преданность стране». Ученики 7-й школы – нередкие гости в музее Чапаевского завода. Он находится буквально в 300 метрах. И в нем тоже есть стенды, посвященные Второй мировой. Курирует школу депутат Чебоксарского городского собрания Станислав Львов. Ветеран службы органов госбезопасности, подполковник запаса. Он помог организовать эту встречу. «Я тоже служил в органах государственной безопасности Чувашской республики. 20 лет прослужил. Пришлось побывать и в горячих точках. На меня неизгладимые впечатления, как бы так сказать, оставило, когда мы находились в Моздоке. И только что освободили в 2000 году наши войска на Урский район, Чечни. И вот, когда построились, мы в управлении. Был заместитель директора ФСБ России, который приехал специально и давал нам на путстве перед выездом месту дислокации». Пока одни школьники задавали вопросы военным, другие демонстрировали сынам Отечества свое мастерство. Во Дворце детского и юношеского творчества прошел смотр-конкурс кадетских классов и юно-армейских отрядов. Отделение смены на мир! Здесь у нас, как вы видите, по пяти номинациям соревнуются кадеты и юно-армейцы. Это строевая подготовка, основа стрелкового дела, сборка-разборка оружия, физическая подготовка, знания историй Отечества и бальные танцы. Специалисты отмечают, за время работы Московской общественной организации «Сыны Отечества» количество поступающих в военные, учебные заведения из Чувашии выросло. И это только один из множества плюсов. Впереди много планов, делятся представители организации. У них отличная компания, много свободного времени и куча идей для творчества. Герои следующего сюжета уверены – пенсия, не окончание жизни, а самое время заняться любимым делом. Представители клуба пенсионеров «Оптимист» поют, танцуют, в общем, весело, используют, проводят время уже восемь лет. О том, как и кто поддерживает неюные таланты прямо сейчас. Песня «Оптимист» Это сейчас бабушки-журавушки, как они сами себя называют, почти профессионально поют в 12 голосов. История клуба «Оптимист», при котором появились журавушки, начиналась с нескольких веселых подружек. Вышли на пенсию. Я вот живу в доме, где очень много старых людей. Я любительница петь сама, любитель вот так общественно заниматься. И вдруг говорю, давайте, девчонки, создадим вот такой клуб, что ли, или еще там что-то вроде этого. Согласились. Нас сперва где-то было семь человек. Это все с нашего дома. И вот нас сейчас в данное время, нас около сорока человек в этом клубе. Конечно, чтобы петь, особых условий не надо. А вот чтобы готовиться и выступать на разных, серьезных городских мероприятиях, только голоса, слух и желания оказываются недостаточным. Помещение для репетиции ансамблю предоставила 18-я школа и ДК «Салют». Кстати, Дворец культуры приютил не только журавушек. У нас существует Центр общественного досуга для граждан пенсионного возраста. Вот это в течение года, постоянные по средам у нас идут мероприятия, танцевальные программы, концерты, кинофильмы, встречи с известными людьми. И параллельно мы стали как бы обрастать вот такими коллективами для граждан пенсионного возраста. Не секрет, что население планеты стареет. И мы сейчас разрабатываем досуговые технологии для граждан пенсионного возраста, потому что это неиспользованный ресурс. Вот они могут, они должны приносить радость людям, доставлять наслаждение себе, своим творчеством. Несмотря на то, что у нас средний возраст 70 лет, мы хотим, мы хотим выглядеть модно со сцены перед аудиторией любой. Костюмов нет. Мы работаем без нот, на слух. У нас нет руководителя, который бы был дипломированный. Нет. Очень хочется. Евгений Николаевич обещал, депутат, что через неделю он нам организует баяниста, чему мы очень рады. Итак, помещение есть. Баяниста депутат ЧГСД Евгений Андреев, или как его здесь называют, покровитель журавушек, обещал найти. А на костюм уже выделил около 10 тысяч рублей. Так что сценическая карьера артисток скоро, судя по всему, пойдет в гору. Все традиции нарушив, под веселье кастаньет, выступает хор старушек, дирижером в хоре дед. Хор как хор, своя программа, песни просится в зенит, а мне мама, а мне мама целоваться не велит. Дальше больше, дальше пуще, весел хор, хоть стар и сед, этим бабушкам поющим вместе больше тысячи лет. На этом программа местное самоуправление завершается. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова